Девушки отдыхают То же самое я сделаю с тобой животное в клетке 11 ноября здесь, в Екатеринбурге. Где он? Дамы и господа, встречайте в синий угол десятиугольника, представляющий город Париж, Франция, Кристиан Эмпенбург! Ну, собственно, а вот и он. Сейчас появится Кристиан Эмпумбу. Ныне житель Парижа. Изначально гражданин, ну, по-моему, у него осталось конголейское гражданство, гражданин Конго. Очень-очень опытный боец. Бывший чемпион Белладера в полутяжелом весе. Очень красочное цветовое событие сейчас происходит на арене ГИФС. Подритмичный французский хит-коп Кристиан Эмпумбу очень скоро должен появиться. Ну, собственно, вот он. Вот и он, да, абсолютно верно. Вот и он. Человек, который начал свою профессиональную карьеру в далеком, наверное, уже сейчас, в 2004 году. Совершенно верно. У Кристиан Эмпумбу 21 победа при восьми поражениях и одной ничьей. Девять побед нокаутом, либо техническим нокаутом. Восемь побед приемами. Трижды побеждал по очкам. Из поражений дважды проиграл приемами. Дважды нокаутом, либо техническим нокаутом. Четыре раза по очкам. В первых своих восьми поединках не имел поражения. Пока в 2008 году не встретил Фабио Колебда. Да, совершенно верно. И из тех своих предыдущих восьми, как-то из тех восьми, в шести он одержал досрочные победы в первых раундах. Кристиан Эмпумбу, кстати говоря, выступал на турнире М1 Челлендж 5. Отметился в российском промоушене. И выступил в дебюте успешно. Выиграл у пари Кирина. Также он встречался с такими бойцами. Как Атилла Вега, как Квинтон Джексон проигрывал ему. И также есть у него победа над Квинтоном Джексоном. Да, побеждал Ричард Хейлок. И стал как раз-таки чемпионом Беладар в полубежевом весе. Пояс потерял Кристиан Эмпумбу в октябре 2011 года, когда проиграл Трэйсу Брафу. Да, и в этом году у Кристиана Эмпумбу это уже второй поединок. Предыдущий свой поединок он провел в марте 2017 года и одержал победу, досрочную победу, причем добивание. Да, совершенно верно. Вот про Квинтона Джексона ты сказал, коллега, также встречался с Кэндалом Гроуом и проиграл ему приемом Кристиан Эмпумбу. Во, Квинтона Джексон он проиграл нокаутом в первом раунде. Но Квинтон Джексон в те годы был очень опасен и очень агрессивен. Абсолютно верно. Ну что ж, Кристиан Эмпумбу, любитель биштекса, по-русски уже в клетке. В прекрасной физической форме он находится, мы видим, по внешнему виду. Для сорокалетнего мужчины. Для сорокалетнего мужчины, ему может позавидовать 55-летний Бернард Копкинс. Встречайте в красный угол десятиугольника. Болец, представляющий кирпичину, Иван Штырков! Ну что ж, а сейчас Иван Штырков. Очень красочный выход Ивана Штыркова. Вот так сегодня обыграли на таком большом как бы лифте. Спускается Иван Штырков. Вот он на ваших экранах. Иван Штырков, боец, который уже, в общем-то, известен на территории России, в том числе, ну, по крайней мере, на Урале, да, его знают, естественно. Человек, который стоит в одной, в тридцатке лучших тяжеловесах Макс Фатрикса. Это такой сайт. Файт Матрикс. Файт Матрикс. Боец, который делил, ну, вот в тех поединках ринг у Ивана два события впервые. Впервые он будет биться, официально будет биться в ринге, простите, в клетке. Все свои предыдущие поединки он проводил в ринге. И он дебютирует в полутяжелом весе. Да, это новая для него весовая категория. Решил спуститься в весе немножко Иван Штырков для этого поединка. Он, как он сказал, самая причина смены весовой категории. Он сказал, что, в принципе, мне в полутяжелом весе комфортнее. И, исходя из моих антропометрических данных, мой рабочий вес 100 килограммов. И выходить с лишними килограммами, пускай даже это мышцы, не совсем мой вариант. Все-таки тяжеловато. Поэтому мне проще согнать и соответствовать, так сказать, своей антропометрике в полутяжелом весе. Дмитрий Лучников. Дмитрий Лучников, да, Денис Бойнов, мы видим, тоже находится так же. Так же Дмитрий Розбозин. Ну, в общем, вся команда. Вся команда, да. Иван Штырков с ним рядом в этот момент. Что касательно тех, с кем делил, тех, с кем бился Иван Штырков, Антонио Сильва. Бои до сих пор обсуждаемы, мнения разделились. До сих пор там ломаются копья, кто же победил. Но официально объявлен победителем там был, конечно же, Иван Штырков. Джефф Монсон, ну, с Монсоном ситуация немножко другая. Монсон уже давным-давно выступает, как такой свадебный генерал. При всем уважении к Джеффу. В силу боевский из города Париж, Франция. Ему 40 лет. Рост 193 сантиметра. Вес на взвешивании 93 килограмма. Профессиональный рекорд 30 боев. 21 победа. 17 досрочно. Восемь поражений, одна ничья. Экс-чемпион Беллатар. Кристиан Эмпомбо. Ее соперник в красном углу. Боец из города Екатеринбург. Ему 29 лет. Рост 180 сантиметров. Вес 92 килограмма, 750 грамм. Профессиональный рекорд 11 боев. 11 побед 9 досрочно. Незнающий поражений. Иван Штирко. Рефериорингер. Ян Бобарник. Чехия. Продолжение следует. Продолжение следует. И обратно в вашей стороне. Будьте счастливы в борьбе. Все готово к началу главного события сегодняшнего вечера. Совершенно верно. Послужные списки бойцов на ваших экранах. Опыт, конечно же, на стороне Кристиана Эмпомбо. Но Иван Штырков бьется дома. На родных стенах. И, наконец-то, в клетке. Сам он говорил, что ему в клетке гораздо удобнее. Что ринг ему принес массу неприятностей. Абсолютно верно. Такой первый удар. Ну, что если брать, то при ведущем бою против Сатоши Ишими, когда встречался с ним Иван этим летом, то очень хорошую ударную технику показал. Очень сильно вырос Иван тогда. Да, подтянули его по ударной технике. Перед поединком с Кристианом Эмпомбо Иван сказал, что готов ко всему. Знает, что любит, в принципе, работать в стойке. Кристиан. Отличный удар с развороту от Ивана Штыркова. Да, хорошая у Шира. И сам Иван сказал, что я настроен на зарубу. Я хочу показать зрелищный поединок. Ну, что ж, давайте смотреть. Пока не торопятся оба бойца. Внимательный, сосредоточенный идет такая разведка. Ну, а три раунда по пять минут запланировано в этом бою. Снова прекрасный удар по туловищу от Ивана. Ну, вот ощущение, что, в принципе, нашел свою дистанцию Иван. Да, сейчас прошла связочка. Рука-нога, и нога очень плотно попала. Боковой, но здесь больше по защите. На скачке выбросил правый крюк Иван Штырков. Кристиан Инпумбу пока не торопится никуда, присматривается внимательно. Да, он смотрит, что может Ваня. Специально, я думаю, он так немножко подсушивает свои действия. Пока Иван гораздо активнее, в принципе, его удары цели достигают. Возможно, пока не форсирует Кристиан Инпумбу. Все-таки возраст определенный тоже, может быть, экономит силы, пока рассчитывает. Ну, нужно распределить их, видимо, грамотно. Так, там был удар ниже Ватерлинина. Ну, я думаю, все-таки не преднамеренно это сделал Иван Штырков. Иван извинился. Джентльмен. Ну и поединок продолжается, постепенно, постепенно сокращает дистанцию Иван. Да, Иван поджимает соперника. Но очень-очень аккуратно, он так очень прагматичный. Но опытный, очень опытный соперник. Сейчас такое точное было короткое попадание и попятился назад Кристиан. Так, попытка тейкдауна со стороны Ивана Штыркова. Посмотрите, защищается неплохо пока Кристиан Инпумбу. Ну, опыт, еще раз говорю. Не дает себя поднять и бросить пока что. Попытка подсечки со стороны Ивана Штыркова не удалась. Удалось, соответственно, Кристиану Инпумбу выйти. Но вот два боковых прошли у Штыркова. Взял Иван паузу. И ждет, может быть... Возможно, может, попланирует вытянуть немножко на себя. Вот сейчас на скачке прошел боковой Штыркова. Здесь попадает слева боковым. Вскользь, но, тем не менее, попадает. Ну, а Кристиан Инпумбу пока не форсирует события. Больше работает от защиты. Я больше скажу, он вообще пока ничего не делает. Практически, по-моему, ни одного удара еще не нанес. Вот и клинч у нас. Будет ли пытаться Иван провести бросок? Ну, из своей 21 победы Инпумбу в 9 одержал победы досрочно именно ударами нокауты. Или технические нокауты. Да. Вот хорошо на выходе из клинча попадает Иван. Ну, вот первый джеб, потом Пумбу. Наконец-то мы его дождались. Да. Пошла заключительная минута первого раунда. Вот такой очень напряженный бой. И видно, что Иван хочет наверняка все сделать. Но внимателен и Кристиан. Ну, я думаю, что Иван, естественно, смотрел бои Инпумбу и знает, на что тот способен. Пока только иногда имитирует так активные действия. Так, связал руки. Кристиан и Пумбу. Ненадолго в клинче Иван. Вот надо было подсекать там, но очень быстро все произошло. Успел вырваться конголезец. Проживающий в Париже. Здесь промахнулся и не воспользовался этой ситуацией Инпумбу. Хотя мог бы наказать. Но показал финтами, что он видит эту ситуацию. Заканчивается первый раунд. Который, так скажем, не изобиловал активными действиями. Но у нас еще два впереди. Посмотрим. Я понял, Миш, понял. Я понял. Я понял. КОНЕЦ Второй раунд. Второй раунд. Ну, я думаю, что нужно Ивану Штуркову... Да. Что он, в принципе, и начал делать. Сразу же наносит лоу-кик с передней ноги. Да, нужно отбивать ноги сопернику. Так скажем, лишить его подвижности. Нагружать, нагружать ноги. Потому что в первом раунде очень хорошо двигался Кристиан Инпумбу. И, в общем, мало что удавалось Ивану. Не удавалось ему быстро сокращать дистанцию. Не всегда удавалось лишить соперника пространства. Да, да, да. Поэтому нужно вот прямо сейчас Ивану активно-активно работать. И много работать. Ну, тяжело очень работать с таким соперником, который, в принципе, работает в основном больше на то, чтобы уйти от активных действий. Но вот сейчас... И практически не отвечает ответными ударами Инпумбу. Даже когда проваливается Иван Штурков, когда промахивается он своими ударами, тут же уходит просто на ногах Инпумбу. Вот, может быть, тактический такой ход приучить, что ты не бьешь, а потом взять и ударить. Вполне возможно, очень-очень опытный. Еще раз повторимся. Хорошая атака от Штыркова. Но мы видим, он отпустил соперника. Удалось оттуда уйти. Но вот поактивнее, поактивнее во втором раунде бойцы. И даже Инпумбу. Обменялись бойцы прямыми ударами по туловищу. Смотрите, пошел вперед Конголезец. Лоу от Штыркова. Ну, действительно нужно Ивану, если он хочет провести атаку, сокращать дистанцию. С другой стороны, Инпумбу успевает уходить. Хорошая атака от Ивана. Причем он его бил после бэкфиста. Интересно. Так, а вот сейчас Штырков тянет на себя. Попадает боковым. Но не развивает атаку. Попадает джебом в корпус Штырков. Опять попытка апперкота. Хороший лоу от Штыркова здесь ударом Инпумбу пришелся в защиту. Показал захват ноги. Тут же перешел к ударной технике Иван. А вот ответ от Инпумбу двойка. И посмотрите, потихонечку, потихонечку начинает активизироваться и Кристиан Инпумбу. И тут же отвечает Штырков. Ну, видимо, в первом раунде смотрел Инпумбу, что умеет Ваня. Плюс немножко поэкономил силы, возможно. И посмотрите, постоянно, даже когда он проваливается, он снова возвращается. Возвращается. Постоянно показывает активность. Возможно, нацелен на то, чтобы вымотать своего соперника Кристиан Инпумбу. Но Иван Штырков проходил дистанцию в три раунда. Его так уже особо и не вымотаешь. Так, да, попал, попал Инпумбу. Но хорошо ответил Ваня двойкой. Вот, видимо, ждал момента. Ждал момента, когда опять апперкот. Целится, целится туда Инпумбу. Ждал Кристиан момента, когда потеряет немножечко бдительность Иван. И тут же наказать его за это. Ну и пока мы ни разу не видели ни одного перевода в партер в этом поединке. Там были попытки у Ивана, но да, полноценного перевода мы не видели еще. Но вот ему Пумбу партер вообще не нужен. Он туда даже не стремится. Ему не надо, да. Слышим, зал активно поддерживает бойцов. Точнее, призывает Ивана к активным действиям. Посмотрите, пошел вперед конголезец. Апперкот его исполнения. Ох, размен, да. Хороший размер. Точнее был Десибан. Концовка второго раунда. Вот, может быть, попытаться как-то немножко Штуркову поднырнуть под эти джебы. Очень-очень хорошо и чувствителен очень Кристиан Импумбу. Не рискует причем при всем. И при этом он, видим, при каждом удобном случае, когда он даже опасается, он просто разрывает дистанцию. Второй раунд позади. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Джеб в корпус от Штыркова. Вот в обвод блока пробил левый боковой Умпумбу, да. Вот странное дело, у Умпумбу длинные руки и ноги, но он вообще не... Хорошая атака от Ивана. Тогда, кстати, хорошо сократил дистанцию Штырков с ударами. И у нас была попытка тейкдауна, при подъеме пропустил справа крюк. Хорошо, при подъеме выбросил два удара Иван. Заметьте, уже не первый раз кидает апперкот в дальние руки Умпумбу. А вот попытался пробить двоечку, не прошла. И тут же пытается нанести такой боковой через руку. Отвечает Штырков. Готовит Умпумбу очередную атаку. Ну вот он, видимо, хочет поймать Штыркова навстречу где-то, как было в первом раунде. Во втором. Да, во втором наткнулся тогда на апперкот Иван, но мне казалось, там не очень устойчиво он стоял. Там, я думаю, все было в тупо. Все в совокупности. Да. Хороший апперкот от Штыркова. И хорошо попадает. Ну, что ж ты, Иван, не доработал-то? Снова ответная атака от Умпумбу. Я думаю, что Умпумбу все равно опасен. Без сомнения. Несмотря на то, что вроде бы по очкам, наверное, Иван впереди все же. Но он более активнее был в предыдущих двух раундах, это точно. Но мы видели этот апперкот. И в третьем раунде, на мой взгляд, пока ведет Иван. Клинч. Колено хорошее от Штыркова. Но обошлось без перевода в партер. Наверное, к счастью для конголезца. Снова такой почтальон. Два удара с передней, один удар с дальней от Кристиана Импумбу. Хорошо на выходе попадает Иван боковым. Лоу-кик навстречу. Длинные, вроде бы ноги. Умпумбу, но он вообще не работает ни хай-киками, ни мидл-киками, ни лоу-киками. Вообще ногами. В данном бою делает больше ставку на удары руками. И на передвижение, конечно же. Хороший джеб от Кристиана. Вот заметьте, только имитирует Иван, что будет идти на своего соперника. Тут же разрывает дистанцию Умпумбу. Но так осторожно действовал. Даже слишком. И не отвечает, я думаю, скорее всего потому, что опасается ответной атаки нарваться на еще один удар Ивана. Ну да, зарубаться Умпумбу совершенно не нужно. И... Наконец-то. За почти, за 30 секунд. Чуть-чуть больше, чем 30 секунд остается до конца заключительного раунда. Удается Ивану перевести в партер. Попытка скрутки пятки со стороны Умпумбу не удается. Пошел вперед Умпумбу апперкот. Хорошо увидел этот удар Иван, среагировал. Отвечает боковыми Штырков. Звучит финальная сирена. Бой закончен. Обошлось без бифштексов, к счастью. Но я думаю, здесь все понятно, кто победил. Но мы дождемся судейского решения. КОНЕЦ 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 Уважаемые дамы и господа, и еще аплодисменты бойцам! В главном бою нашего турнира победу единогласным решением судей одержал Иван! КОНЕЦ КОНЕЦ Да, уважаемые друзья, единогласным решением судей победу одерживает Иван Штырков. Мы поздравляем Ваню с успешным дебютом в полутяжелом весе. Очень хорошо отработал. Действительно, технически достаточно интересный поединок прошелся. Был неудобным и очень опасным соперником Кристиану Мпумбу. Кристиана, в общем-то, можно тоже поблагодарить и выразить ему уважение. Хороший поединок он показал, да, но, я думаю, без сомнений, как раз-таки победа именно за Иваном. Единогласным причем решением судей. Поздравляем и слушаем победителя. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что приходите, смотрите на наш труд. Низкий вам поклон. Спасибо. Спасибо. Вам, пап. Я вас люблю, спасибо вам большое. Также хочу поблагодарить мою команду. Низкий имплакон, что они мучаются со мной. Также огромное спасибо клубу Шторм и Александру Шлеменко и всем ребятам. Ну и, конечно же, огромное спасибо за веру, за те возможности, что нам с ребятами дает русская медная компания в лице Аутушкина Фигория Алексеевича. Низкий имплакон, я не вижу просто. Нет его, да, Селик? И всем-всем спасибо, ребят. Я сейчас пока на эмоциях. Ну что же, аплодисменты победителю. Аплодисменты! Дорогие друзья, перед тем, как закончить нашу прямую трансляцию, я хочу сказать спасибо всем создателям этого вечера. Режиссер-постановщик шоу Федор Муратов, исполнительный продюсер Глеб Бурганов, художник по свету Сергей Московюк, продакшн-телеклуб, промоутерская компания РМК Боксинг Промоушенс. С вами смотрели и комментировали этот вечер Тимур Салимов, уважаемые ваши друзья и Алексей Уральц. До новых встреч на турнирах RCC. До свидания, дорогие друзья. Всем хороших выходных. До встречи. До встречи на турнирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова